То есть уже присуществующие, накопленные нами тени, из которых, как я говорил, он только и вырастает свет. То есть данное, что я, гранд-четкио-ди-омбра, великий круг тени. Оттяниться нужно по отношению к предмету, то, что я назвал приведением, что-то случится должно в моем отношении с предметом, и импульсируется в нем какая-то моя жизненная судьба, чтобы от предмета ко мне шло феноменальное его явление. Так вот феноменальное явление, оно вне причин. Это именно впечатление, а не содержание впечатления. И вот это развлечение чего-то, и его же содержание, содержание, и есть феноменальное развлечение, то есть феноменологическое развлечение. Это очень трудная абстракция, чтобы держать в голове. Вот что-то, и его же содержание, и это разные вещи. Содержание для нас сразу же существует в причинном виде, или в причинно-следственном виде. Ведь обратите внимание на то, что все наши переживания являются психологическими переживаниями всегда и тогда, когда они переживаются одновременно с переживанием своей причины. Нельзя переживанием, нельзя, то есть переживание всегда, содержание переживания совмещено с причиной. Мы переживаем вместе с причиной. Мы говорим, ну, любую власть, что я могу сказать. Я это почувствую, потому что этот человек злой, ну, тоже самый нехороший шкаф. Самопереживание содержит в себе представление своей собственной причины. Повторяю. Самопереживание содержит в себе всегда представление своей собственной причины. А феноменологическая абстракция предположает, что мы должны быть способны разорвать этот экран. отделить представление собственной причины, отделаться от него, потому что оно нам экранирует, то есть закрывает, что происходит на самом деле. Феноменологическая абстракция должна подвесить существование впечатления, как нечто еще иное, чем содержание этого впечатления. То есть, как бы, существует впечатление, как что-то отличное от своего же собственного содержания. Это, конечно, абстракция. Ну, оно присутствует. Вот присутствие нужно относятся, даже относятся, от содержания присутствия, потому что содержание присутствия, то есть переживание отношения к содержанию присутствующего, всегда содержит в себе и неотделимы от представления их причины. Ну, конечно же, ясно, что если абстракция вызывает у меня впечатление, то это впечатление, как феномен, никак не может быть исключено и разрешено в терминах причины. То есть, как бы абстракция, как причина, вызывающая вам никакое впечатление. Это не может быть. Не эти качества урожают чувства, конечно. И, значит, мы можем сказать так, что здесь Пруст ведь занимается, как я сказал, вон состоянием. И мы можем сказать так, что для Пруста, и для этого он все время этим словом впечатления, как особым словом пользуется, то есть словом импрессия, для Пруста, как я говорил уже, интересны именно таинственные качества. То есть, его не интересует, не занимает, и проблемы он не считает, нечто, что может быть передано в пространстве и времени, то есть другим людям, посредством знаково предметов, знаково предметов и средствами и логическими выделениями. Ведь мы любое знание можем, во-первых, передать знаково логическими средствами, то есть сконструировав мысль и сообщить ее в некоторой осмысленной неживовой конструкции, предполагая, что любой человек в точке приема, передаваемого тобой его знанию, может воссоздать предмет, к которому это знание относится, и убедиться на обыде в смысле передаваемого тобой ему состояния, знания, кружения. Просто интересует, вернее, он открывает, будучи феноменологом, практикующим феноменологом, который и слова такого не знал, и ничего, и представления об этом не имел, что параллельно с его жизнью вот это происходило где-то в далекой туманной Германии. Просто интересует некоторые состояния и сообщения, которые существуют и сообщаются, помимо такого рода средств. То есть помимо воссоздания в другой точке константского и времени прямого причинного опыта. Я могу сделать какой-то психологический эксперимент, где вот, скажем, что-то вызывает какое-то раздражение, и описание этого раздражения передается в такое место, где предполагается там же такой же предмет, вызовет такое же раздражение. Это как бы подкрепляет смысловую передачу, которая осуществляется путем логических определений, или языковых логических конструкций. А просто интересует другое. Поскольку у него критерий моего состояния, то это состояние как бы существует множественно. То есть одновременно в разных головах. И помимо передачи знаково-предметными средствами. Ну, это не слишком отличается от того, что я говорил в самом начале. Если мы допускаем, чтобы внутри прозвучал, что есть и целое измерение, что мы можем видеть то же самое, или реализовывать то состояние, которое реализовывать начал человек тысячу лет тому назад, то мы же фактически предполагаем то, что сейчас мы уже выявили, а именно предполагаем, что есть множественное состояние, образующее некоторое пространство сообщенности помимо и вне знаково-предметных средств передачи или коммуникации. То есть просто нужно с другими способами коммуникации или сообщенности людей. Или самого себя в следующий момент времени. А мы договорились, что равенство между мной, сейчас, и мной в следующий момент времени в принципе не отличается от равенства между мной и другим человеком. В этих состояниях. Не вообще, конечно, а в этих состояниях. Значит, фактически Прусский как раз здесь и фиксирует проблему сознания, о которой я уже неоднократно говорил. Ведь причин волноваться видом боярышника или звуком колокольчика политики нет. Колокольчик этот такой же, как еще другой колокольчик. Боярышник.